Капремонт на чистовик. Крышу дома номер 98 по проспекту Ленина в рамках программы капремонта починили еще в конце апреля. Когда комиссия по приемке в составе специалистов фонда жильцов и общественников пришла сюда в первый раз, работа подрядчиков их не удовлетворила. В частности, жильцы высказывали претензии к организации свесов и водостоков. У нас вот эта стена всегда была мокрая. На 62-ю там видите какая яма. Крышу сделали неправильно. Она буквально вровень со стеной. Вот увидите. Мы к вам придем, покажем. Прислушался ли подрядчик к мнению заказчиков? Работу проверили в пятницу. На этот раз к приемочной комиссии присоединились члены общественной палаты. Разница между тем, что было несколько месяцев назад, и тем, что стало просто колоссальное. За это время подрядчик не только исправил недоделки, о которых говорили жильцы, но и утеплил чердачное помещение. Первый слой геотекстиля, утеплитель. И второй слой, опять-таки, того же геотекстиля. Сделали ходовые мостки по всему периметру, чтобы могли обслуживаться верхняя разводка чердачных помещений. Стоимость работ почти 3 миллиона 200 тысяч рублей. Эти средства подрядчик получит после положительного заключения комиссии. Этот дом, по мнению экспертов, мог бы стать образцовым в плане исполнения программы. Другой вопрос, как сделать так, чтобы эталонным был каждый капремонт. Как вот мы считаем, и не только мы, и члены общественной палаты, вот здесь присутствовали, и член СРО, данный капремонт является фактически показательным. То есть именно таким и должен быть капремонт подобного рода крыш. Поскольку капремонт, в принципе, это делается за счет денег жителей, региональный оператор лишь кумулирует деньги, а подрядчик выполняет работы, то проявлять активность, первое, и второе, привлекать общественные организации, такие как наши, ЖКХ-контроль. Комиссия дала положительное заключение, а значит, ремонт здесь официально и успешно завершен. Гарантия от подрядчика 5 лет, но обещают, что простоит все 30. В этот день крыша успешно прошла еще одну серьезную проверку. Дождем. Ненастье на улице впервые за долгое время никак не повлияло на погоду в доме. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.